Пункты вакцинации в Курских торговых центрах работают с апреля, но такого наплыва желающих сделать прививку медики еще не видели. В настоящее время темпы вакцинации значительно увеличились. Приток населения увеличился, вакцинация проходит в напряженном режиме, людей очень много, желающих очень много. Юлия Малюкова пришла вакцинироваться вторым компонентом спутника. Первую прививку перенесла довольно болезненно. Признаки простуды, повысилось давление, голова болела. Три дня у меня очень сильно болела голова, но потом вроде все нормально. Временное недомогание – не повод отказываться от вакцинации, считает Курянка. Это важно для всех. Я хочу, чтобы остановился этот вирус. Я сознательный гражданин России, поэтому пришла сюда специально для того, чтобы и родители не заболели, и сама дети маленькие. На этой неделе в регионе зафиксирован новый рекорд по количеству привитых – более 9 тысяч человек. Очереди на вакцинацию значительно выросли. Лучше по номеркам и талончикам. Оно поверняет этот спор, голы и так далее. А так, в принципе, очередь, как очередь. Нет, конечно, это дискомфортно, но действительно хочется немножко безопасности. Такой ажиотаж вокруг очереди вас не смущает? Ну, вы знаете, что нет, не смущает. Наоборот, даже радует, что люди наконец начали понимать, что надо все-таки вакцинироваться и продолжать жить, как бы то ни было. Антиваксеры – они дураки. Очень даже дураки. И такие очереди, в принципе, не помеха, да, для того, чтобы быть здоровым? Какая это очередь? Ну, какая это очередь? Очередь – это, как бы, знаете, вон до этого, до лифта. Пункты вакцинации в торговых центрах принимают курян ежедневно и без выходных. Из-за наплыва желающих время их работы увеличилось. С сегодняшнего дня пункты вакцинации работают с 12 часов до 8 вечера. Приблизительно прививается более 100 человек. Новый пункт вакцинации появится и в Железногорске. Его откроют в ближайшее время в торговом центре на улице Ленина. Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня.